В нашей студии настоящий итальянец, но уже россиянин, а все подробности далее. Валерио Занетти, преподаватель итальянского языка, это тот самый уже всем известный итальянец, который получил гражданство и медаль от Владимира Путина за бескорыстный вход в организацию акции взаимопомощи «Мы вместе». Здравствуйте, Валерио! Доброе утро! Доброе утро! Как давно живете в России, как давно живете в Красноярске? Живу в России уже 8 лет и живу в Красноярске 8 лет. Я приехал прямо сюда. Какой отчаянный поступок! Как это произошло? Почему вы из Италии, такой комфортный? Вы где там, на севере, на юге жили в Италии? Я из Рима. Вы из Рима приехали в Красноярск? Да. А ведь все дороги ведут в Рим. Ну расскажите, почему? Ну я на самом деле хотел жить в России. Красноярске было, можно сказать, случайно. Россия была общиномерна, Красноярске было случайно. А я влюбился здесь, город мне очень нравится, и вот здесь остался. Как ваши родные, знакомые, друзья приняли ваш переезд? Что сказали? Как отреагировали? А, ну, мои русские друзья вообще все очень хорошо, на самом деле. Мне кажется, они чувствуют вот такое исполнение свое тоже, потому что они меня сделали русским, если можно так сказать. А ваши итальянские друзья? На самом деле, в основном, очень хорошо тоже. Тоже моя семья, они, когда я приехал сюда, у них были такие какие-то идеи, ну, они то, что не знали по России, это было совсем неправда. Не то. Не правда, да. Я уже годами пытаюсь объяснять, на самом деле, то, что есть здесь. И сейчас они уже без русофобии, и поэтому все хорошо. Чем вы здесь занимаетесь, помимо того, что преподаете итальянский язык? Ну, я, как уже знаете, я волонтер в Акции «Ми вместе» и Всероссийский народный фронт. Еще, ну, по возможности, спорт занимаюсь, спортом занимаюсь. Еще мне, на самом деле, очень нравится то, что здесь есть, поэтому я часто гуляю. Либо, ну, в Красивый берег, либо община набережная, либо в Стальбе. То есть много всего есть. Есть, чем заняться. Как вы решились вот на этот шаг? Обратиться к президенту Российской Федерации? Нет, я не решил обратиться к ним. Это было в рамках мероприятия, когда был день волонтера. Потом, ну, я думал долго, стоит, не стоит. Почему бы не спросить? Правда же? Ну, второго шанса не будет, поэтому я решил, ну, как я здесь сказал, итальянская наглость победила. И решил обращаться, ну, лично, ну, к президенту. Слава богу, у него отличное чувство юмора, и поэтому, ну, все нормально, да. Да, нашим зрителям скажем, что Валерия получил через месяц паспорт российский. Теперь у вас два гражданства. Италия и Россия. Скажите, ну, понятно, что такой очень смелый шаг, да, принес свои плоды. Давайте все-таки поговорим о нашей культуре, о нашем быте. Вот, например, наша еда, которая сделана в Красноярске на итальянский манер. Похожа ли она? Пицца, паста, может быть, еще что-то встречали в нашем городе? Какие-то, да, какие-то меньше, я бы сказал. Зависит от места. А есть такое блюдо, которое лучше готовят здесь, чем в Италии? Холодец. Нет, я про итальянское блюдо. А, нет. Нет, нет, все-таки в Италии лучше, да, готовят итальянские блюда? А, категорично, нет. Слушайте, я ела в Риме пиццу и во Флоренции, и когда я приехала в Красноярске, я бегом побежала в итальянский ресторанчик, потому что в Красноярске мне было вкуснее, да, вот как-то так. Холодец вы, значит, любите. А вы готовить умеете уже русские блюда, российские блюда? Я мало готовил, ну, кроме пельмени, которые люблю, но это не... На самом деле, нет, я хочу попробовать, это будет мой новый вид, итальянец против холца, да. Итальянец против холца. Где вы преподаете итальянский язык? В разных языковых школах, ну, как репетитор, да. То есть, если у вас вдруг есть желание, или оно появилось совсем недавно, знайте, что в нашем городе живет отличный человек, преподаватель итальянского языка. Носитель языка, да, двойный гражданин Российской Федерации. Валерия Занетти. Мы вас с этим событием поздравляем. Мне кажется, это отличный подарок к Новому году. Как у вас на родине когда узнали, отреагировали? Ну, на самом деле, не узнали. Еще не сообщил? Нет, я своим друзьям, родственникам совсем сообщил, но я сразу знал, понял, что никто не будет говорить об этом, потому что это идет против... Против закона? Нет, это не против закона, это идет против идеи, которые хотят дать в Европе вообще, в Западе вообще. Политические дела. Да, то есть они не могут показать итальянец, который счастливее в России хочет стать русским, потому что это идет против того, что они питаются... Да, мы понимаем, о чем вы хотите сказать. Действительно, дела такие идутся параллельно с хорошими и жизненными. Еще есть у нас политические, без них никуда. Мы вас еще раз поздравляем, и нам очень радостно видеть вас сегодня в гостях. И, конечно же, вместе улыбаться такому событию. Спасибо вам большое. Продолжим эфир.